Всем привет! Это Стендап Уголок. Три новости за прошедшую неделю. Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей. Я предлагаю это отметить. Ночь в вытрезвителе будет стоить полторашку. Слушайте, примерно как номер в гостинице. Интересно, а мини-бар входит в стоимость? По факту это же дешево. Мне кажется, скоро мы увидим объявление «Сдается вытрезвитель в центре Москвы, семье без вредных привычек с детьми». Выходит, медицина у нас бесплатная, образование бесплатное, а вытрезвители платные? Если мы все здоровые и умные, то кто-то досядет вытрезвители? В Нижнем Новгороде есть вытрезвитель с названием «Надежда». Потому что «Надежда» выпивает последний. Для того, чтобы вытрезвители были популярны, им нужны лозунги. Вытрезвитель «Белочка». У нас есть шишки. Уверен, мало кто там захочет оказаться. Скорее всего, там и грязно. Вряд ли что-то чистое начинается со слова «вытри». Вывод. Друзья, не курите, не пейте, не сдерживайтесь. В России создают новое лазерное оружие. А для начала, может быть, асфальт не в дождь сделаем? Мы даже на то, как класть ложим. Новое лазерное оружие, сокращенно НЛО. Совпадение? Скорее всего. Да, ребята реально делают такое оружие. Об этом заявил министр Криворучка. Страшно, когда в предложении «Россия. Лазер. Оружие» есть некий Криворучка. Не хочу, чтобы Россия в Россию стреляла. Самое интересное. Новое лазерное оружие. То есть было и старое. Старое лазерное оружие очень странно звучит. Старое лазерное оружие – это когда в новостях мы будем слышать примерно такие новости. Вчера во время свадьбы в центре Москвы задержали несколько людей, которые стреляли из лазерного оружия. Вообще, если оно заменит огнестрельное, будет очень непривычно пугаться от звука пил. Всем стоять! Никому не дыгаться! В России ввели новые правила пляжного отдыха. Правило номер один. Нельзя заходить в воду, если поднят черный или красный флаг. Ну, то есть, когда у коммунистов пиратская вечеринка. Правило номер два. Нельзя нырять. Я бы на вашем месте, зная наших людей и расположение туалетов на пляже, и так бы не нырял. Ребята, ныряйте с головой. Если у вас ипотека, вам никто не даст утонуть. Совком банк. Ты будешь кормить нас, а не рыб. Мне кажется, лучше бы они запретили одевать мужчинам на пляж плавки-чаечки. Потому что, давайте признаем, это отвратительно. Ребята, ну мне кажется, это очень глупо вводить такие ограничения после того, как нам дали лазер и вытрезвитель. Спасибо, что досмотрели. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин